Включу запись, потому что можно такой общий разговор начать. Что вы сказали, Рабьюда? Я сказал, что мы же не в Монако, что мы можем позволить себе 15 человек. Нет, я вам скажу чисто технически. Дело в том, что, ну, по крайней мере, для тех, кто может смотреть видеоуроки, есть так называемая Академия Хана, есть уроки, которые совершенно гениальным преподавателям выложены бесплатно по всей программе средней школы. Не только уроки, но и задания с проверкой автоматических этих заданий. Полный цикл учебы. И тогда даже мать семейства, если есть большое семейство, много детей, или можно даже пару семей, например, объединить, или две-три семьи, чтобы было 10-15 учеников вместе, чтобы им социализироваться и не сидеть по своим углам. Кто любит с компьютером, может просто по одному сидеть за компьютером. И достаточно одному взрослому просто наблюдать за процессом. А ученики могут даже разновозрастные сидеть в этом классе. И наоборот, это очень хорошо, потому что каждый смотрит свой урок, а старшие еще и опекают младше. И это система, которая не только может работать, а может быть во много раз лучше, чем сегодняшняя школа. И она остановит бесконтрольное осложение вируса. К сожалению, сегодня нет урока. Раф в больнице и передал его ученик, что даже просьбу, кто может навестить его, это Шарей Цедек в онкологии на седьмом этаже. Шарей Цедек, да? Шарей Цедек в онкологии на седьмом этаже. Спасибо, Миша. Видимо, раз такая просьба, я, к сожалению, чувствую, что у меня очень хорошее состояние. С другой стороны. Ну, это да, кто действительно, проблема заражения, Ребьюдер абсолютно прав. Надо быть осторожным. Я не знаю, можно компромисс, можно выяснить у дочери Раба, вот я попросил, чтобы он мне прислал телефон, может, можно сделать такой бикур виртуальный, чтобы она включила ватсап или зум, чтобы видно было. Можно было видеть и разговаривать с Рамом, даже если он находится в больничной палате. Я не знаю, возможно ли это. Или, может, ну, смотрите, если кто-то сочтет, я действительно не уверен, так же, как Ребьюда говорит насчет заражения, если кто-то решит, что все-таки он идиот, он может включить смартфон, и чтобы другие присутствовали. Но я еще раз говорю, я не знаю, действительно не знаю, какое решение пройдет. На волю каждого. Вы дали хорошую полную информацию. То есть она печальная, конечно, но будем молиться. Но, в принципе, каждый примет решение. Как ему быть? Миша, можно по поводу вашего предложения относительно маленьких классов? Да, да. Вот я знаю, да, Илья, он же совсем близок к этой теме и проводит семейную связь, да, между взрослыми и детьми. Илья, да, конечно. Это хорошая идея. Это оптимальное число вообще людей в таком развивающемся коллективе и творческом коллективе. Это где-то 7 плюс минус 2. То есть от 5 до 9 человек это самое эффективное, оптимальное количество людей в группе, в любой. Я думаю, и в учебной тоже. Но тут же возникает серьезная социальная проблема. Где взять столько хороших учителей? У меня уже есть ответ. Да, пожалуйста. У меня уже есть ответ. Дело в том, что учитель, который не на голову, а на много голову выше подавляющего большинства учителей, это Сальман Хан. Ну, он просто совершенно генерал. Я его уроки смотрю, это очень впечатляет. И таким образом дети могут смотреть его уроки, ну, они на английском, но они сейчас переведены на многие языки мира, включая русский и еврит. И тогда роль того, взрослого, который находится рядом, это поощрять и организовывать. И более того, разновозрастной класс это идеальная вообще вещь, потому что старшие ученики смогут еще направлять младших. И связь между учениками разного возраста, она намного более органична и их хороша. У одновозрастных намного больше конкуренции, нездоровой. Их согнали в классы, потому что, ну, не было другого способа учить много учеников одновременно. А сейчас можно от этого отказываться. Я думаю, в этом есть очень много положительного, Миш. Но еще есть два момента. Пока что учителей недостаточно. Может быть, объединять группы родителей и по очереди присутствовать при этих уроках. это первый момент, потому что подготовить так много хороших учителей, для этого никакое общество в мире сегодня не готово, включая даже государство Израиль. Сегодня бюджеты идут на совсем другое, а это требует иных средств. Второй момент. Я не так близко, как вы, знаком с Академией Хана, но приходит время, а может быть, уже давно пришло, когда знание должно быть не только научным или там естественно научным, плюс история, география и так далее, а знание должно быть единым, я не скажу даже интегральным, а единым, при том, что ребенок обязательно должен получать в каком-то балансе знания естественно научные и знания о духовном мире, мире невидимом, потому что мы сегодня видим, к сожалению, что есть школы чисто светские или хилонинные в нашей стране, даже, пожалуйста, а есть школы религиозные, тоже там разные там и разные там, но это серьезный водораздел сегодня, и это не есть хорошо, потому что это сохраняет порочный разрыв в обществе, это проблема, значит, должно быть единое знание, я не уверен, это вы лучше знаете, может ли Академия Хана сегодня ответить на этот запрос? По первому, что вы сказали в отношении учителей и родителей, в этом была и мысль, я начал ее говорить, мне кажется, еще до того, как вы подключились, конечно же, кто-то из родителей или старших детей, между прочим, может вполне вести такой класс, вот я знаю, что дочка у Аарона и, по-моему, даже старшая внучка у Владимира, да, они очень любят с детьми, я не путаю, Владимир? Нет, да. Вот, действительно, из родного круга, а в случае экстремальном, даже вот этих девушек и юношей из Шрутли для Уми, если это надо срочно сделать, да, дети очень любят, между прочим, страшно любят, когда не взрослые с ними, а пионер-вожатые. Вот, а вторую часть, Илья, я полностью согласен, ее надо продвигать, но это, вторая часть, это глобальная программа, о которой надо очень хорошо, глубоко думать и на нее перейти как-то в пожарном порядке, может, можно как-то экспериментально, это отдельное обсуждение, очень важное надо открыть. То есть у религиозных родителей вроде бы нет с этим, проблем, то есть эти ученики будут и общие науки и Тору изучать, а вот с нерелигиозными родителями очень, очень хорошо надо думать в какой форме. Это, Илья, вы знаете, это очень важная дискуссия, но можно было бы, мне кажется, на первом этапе их разделить, то есть сделать быстро то, в чем есть общий консенсус и глубоко думать насчет того, о чем вы говорите, это очень важнейшая тема, я полностью согласен. Есть какой-то, я хотел спросить, почему-то и у вас тихо звук, или это у меня стук тихо? Нет, Володя, сделайте что-нибудь со звуком, вас плохо слышно очень. Добрый день всем, у меня совсем плохо с звуком, но я хотел сказать, что у нас есть новый гость, Авнер Милевский, и прошу любить и жаловать, он замечательный человек, и в данный момент он ищет, где бы он мог провести шаббат и если у кого-то есть идеи, он недавно приехал в Израиль, из Канады, то пожалуйста, подумайте и помогите ему. Авнер, в каком городе вы? Гидалия, в каком городе? В параде, в параде. Авнер, да, да, Авнер вот подключился. Да, у него отключен микрофон, включите. А, так Авнеру совсем срочно, ему на этот шаббат приехать в Иерусалиме. Ему уже надо знать, да, к сожалению. Да, да. Авнер у меня очень много проводил времени, но, к сожалению, мы с мамой сейчас стараемся в изоляции быть. Понятно, понятно. Ну, вот давайте подумайте, кто бы мог его принять. Я тоже не могу, к сожалению. Так, делаем мьют, Гидалию. Гидалия, вы включите снова, если захотите говорить. Скажите, меня сейчас слышно лучше? Да, намного лучше. Отлично, сейчас отлично. Сейчас намного лучше. Так, мы что-то начали говорить, Володя. Да, я хотел спросить, а есть какой-то опыт? Подождите, подождите, на счет Авнера нет идей, тут же горячий вопрос. А, да, пожалуйста. насчет Авнера ни у кого нет больше идей? Ну, все, раз нет. У меня просто нет места в моей берлоге. Идеи-то есть, а вот просто нет физически места. Нужно семью такую где-то найти, где, где, которая готова. Это непросто. но если не удастся, я так думаю, не удастся, вот чтобы прямо на завтра, то, в принципе, надо подумать и организовать такой приезд. Хорошо, спасибо. Ну, ладно, Владимир, извините, что перебили вас. Нет, это у меня, тем более, в любом случае я Абнеру, скажем, Абнеру Шаббат Шалом и Цомкали, чтобы у него жизнь была. Абнер по-русски, Абнер разговаривает по-русски, зачем вы Абнера отправляете? Давайте поздравим. Шаббат Шалом, Шаббат Шалом это и по-русски. Здоровья, и здоровья ему пожелаем, и успешной абсорбции в Израиле. Абнер, можешь включить, тиша, у него микрофон выключен. Да, Абнер, можешь включить свой микрофон, да, да. Не знаю, наверное. Уже нет, нет, уже включил. Абнер, вы слышите нас? Да, спасибо большое. Если слышите нас, подайте голос. Вы по-русски говорите? Говорю, спасибо большое. Это даже мои марокканские друзья могут сказать. спасибо. Не, Абнер разговаривает. Абнер был в детстве в Израиле, потом в Канаду уехали, в общем. Сейчас он делает ее обратно. Откуда корешки самые? Москвич. Откуда корни? москвич, москвич корняный. По-моему, в Москве он родил маленький. Да, да, да. Родился в Москве. Ну, давай, Илья, давай какую-нибудь тему. Так вот, нет, подождите, Владимир... Не переживали, Володя начал говорить. Я начал спрашивать. Есть какой-то, кто-то видел или участвовал опыт для школьников, для детей на Зуме, чтобы учитель проводил вот Зум-уроки и тогда проблема общения каким-то образом скрашивается. Потому что Зум дает какое-то общение. Но это как дополнительный вариант. Вы знаете, надо с хаббатниками больше разговаривать. Я объясню, почему. Потому что в Хаббате есть посланцы, шлихи, по всем городам весям мира. Да. И я знаю, что еще в эпоху задолго, и у них эта проблема очень острая. Приезжает хаббатник, там есть миньян местный, которые с трудом что-то там немножко знают приближающиеся. И они еще в эпоху до всех корон детей своих обучали по интернету. Я почему знаю, потому что Равшауль Горовец, наш винецкий раввин хаббатный, вот я знаю, что его дети так занимаются. Это один из путей. Но другой путь, Владимир, тот, о котором я говорю, для более маленьких детей, именно не по Зуму, хотя по Зуму тоже очень важно, я уверен, что это будет продвигаться. Я вам хочу сказать, что по крайней мере для старшеклассников однозначно на Зуме лучше, хотя этого еще нет. Почему я знаю? потому что у студентов Технеона, когда у них есть выбор, у них сейчас есть выбор, или прийти в гибридный класс физически, или прийти на Зум, ногами голосует 80% остаются дома и участвуют по Зуму. И 20%... Это от лени, это от лени, или одна из причин это лень? Да, нам лучше. Это просто не лень, это просто им лучше. Давайте так, не будем разделять причины, им лучше, они чувствуют себя лучше, когда на Зуме, когда уроки в записи и так далее. Это одна сторона. А другая сторона, то есть это говорит о том, что в Технеоне учителя более умные, более продвинутые, они адаптировались намного лучше к новым условиям, быстрее. чем просто учителя школы. Это одна сторона. А вторая сторона, для маленьких детей все еще такие коллективы 10, около 10 человек плюс-минус, как Илья сказал, 7 от 7 до 9, да, оптимальная группа, это вообще лучше всего. И для этого можно найти людей легко. вот почему, потому что есть, к примеру, девушки, которые служат в армии, в широте уме, и не только девушки, как говорится, срочную национальную программу можно было бы закрыть, а там уже думать постепенно, вплоть до того, что если в этой группе есть старший ученик, достаточно, что он уже сидит и просто учится и держит ситуацию под контролем, имеет двух-трех приближенных помощников, да, которые под ним, чтобы у него достаточно было времени учиться самому, да, и, допустим, этот старший ученик может уже учиться в группе по Зуму там с другими старшими учениками. Это вполне могла бы быть работающим. Это вообще говоря, это прекрасная идея, из нее может вырасти очень много ценных вещей. Уже достаточно того, что прозвучало сейчас, вот то, что Миша сказал, и мы обменялись, чтобы начать это, может быть, с одной, двух или трех групп в каком-то конкретном месте и включить туда, значит, в основе, конечно, это общение. Общение этой группы детей небольшой с кем-то старшим, который хочет, готов, любит это дело. Пусть это будет просто старший ребенок или же кто-то из родителей или кого-то, кого они найдут. А дальше там можно включать и Зум, и Академию Хана иногда прослушивать, включать в это. Короче говоря, вот такое живое ядро, живая ячейка. Это прекрасная идея, Миш. Значит, вот давайте подумаем, а что если мы от теории попробуем все-таки войти в эту холодную воду и начать? Допустим, в нашем славном городе Иерусалиме. Я, например, с удовольствием тот ресурс времени и опыта, который есть, к этому подключил бы. Какие есть мысли к началу реализации? Я подозреваю, я подозреваю, Ильяу, что самое ударное ядро, это если вас соединить с Аароном, потому что Аарон это практически учитель, который уже имеет несколько активных учеников и в интернете, и физически. Отлично. А, кстати, почему его не видно тут у нас на встречах? Он сказал, что он будет на Йорцей. Я так понял. Да, сегодня Йорцей Равицка Зильбера зацает. Да, на Хонт сегодня Йорцей. Хорошо, значит, давайте вот направление поговорим с Аароном и попробуем это начать. Но вы знаете, как тут нужна как бы всеобщая молитва, потому что хорошее дело поднять сначала довольно трудно, потом раскручивается. Значит, если будет духовная поддержка, по крайней мере, от нашей замечательной группы с огромным интеллектуальным ресурсом, то это поможет. Это даст энергию для раскрутки. Но мне хотелось бы вот тут Иуда Мендельсон предложил тему, и я тогда с вашего позволения предложу небольшую тему, которая... Разрешите мне, я хочу изменить предложение. Да, пожалуйста, пожалуйста. Я хотел просто, я скажу, я хотел тему, которая продолжила бы то, что мы сейчас говорили. завершить, завершить, если можно с этой темой, или Рабь Юда еще что-то по этой теме. Нет, пусть Рабь Юда скажет, что он хочет. Я бы с этой темой хотел завершить еще и пару с этой внимания на 2-3 минуты. Попрошу Лея почитать вступление сегодня Йорксайд нашего Рава. Вы согласны, что она почитала? Да, я согласен. Согласны, что она сейчас находит и начинает нам читать. Сегодня Йорксайд моей бабушке Перл Бат Арилеев. Как раз вот в этот же день. Прекрасно, что вы помните это Митсва. Помнить это Митсва. А хотел еще спросить. Поминальную свечу зажигает о прямом родственнике или о любом человеке, у которого хотят вспомнить его Йорксайд? Кто-нибудь может ответить? Что ты ищешь? Да вон книга. Я думаю, что здесь строгих правил нет. Вот как душа подскажет, так и надо делать. Но это мое мнение. Дело в том, что все равно, как вам сказать, вот эти духовные связи невидимые, они не делаются через материальные объекты непосредственно, через свечу, например. Но благодаря зажиганию свечи душа человека входит в особый режим. Свеча помогает человеку, любые материальные действия человеку помогают, его душе помогают войти в определенный режим связи с духовными мирами. И вот тогда происходит действие духовное. Вашего согласия я попрошу Лея. Только если можно, Юда, Лея, уважаемые, чуть погромче, пока слышно очень тихо вас. Добрый день. Как сейчас слышно? Ничего. В памяти нашего учитель раба Ицхака Йосифа Зильдера ушел учитель. Праведники не умирают. Некоторые из них уходят от нас в тот же день, когда и рождаются. Рав Ицхак родился третьего ава. Его задержали еще на пять дней до восьмого ава. Самого страшного дня еврейской истории, дня разрушения храма, чтобы мы почувствовали трагедию его потери. И еще, чтобы страшно захотели прихода Машеха, когда после возрождения мертвых можно будет встретиться с учителем, обогреться его улыбкой, поучиться у него, как жить еврею. Всю свою жизнь Рав Ицхак Зильбер отдал служение Богу и Торе. Тысячи людей во всем мире считают его своим учителем. Невозможно перечислить все добрые дела, которые он сделал. Для всего еврейского народа он был и останется образцом праведности, мужества, доброты и правды, любви к людям. Рав Ицхак часто говорит, что во всех поколениях, пока не построен третий храм, евреи плачут, будто он разрушен на их глазах. И вот и мы плачем, его нет с нами. Спасибо большое. Все. Спасибо большое. Очень трудно. Лея Шарков, очень к месту. Если позволите, как раз это связано с памятью о нашем учителе Равицкой Зибери. Ну, не то чтобы, ну, немножко двортора, если можно. Те, кто встречался с Равом Ицхаком, не могут забыть о том, что помимо глубочайшей мудрости и проникновения в Тору, как человек, Равицкой был невероятно мягким человеком. Я не встречал в своей жизни человека в таком возрасте почтенном и пережившим столько, и сохранившим такую мягкость и доброту к людям, как Равицкой. И в связи с этим хочется сказать, а это немножко связано с темой, которую Миша поднял, об образовании, о школе и так далее. Мы сегодня живем в мире, в котором повсюду, повсюду процветает насилие, в любой форме. Ну, самая крайняя форма насилия, это то, что мы сегодня наблюдаем войну в Европе, который всем нам кажется непостижимым в наше просвещенное время, в 21-й так сказать век. Но есть и другие формы насилия. Есть насилие психологическое, есть насилие информационное, когда людей лишают полной объективной информации и насильно создают у них ощущения печальные, неприятные, пессимистические и так далее. Короче говоря, формы насилия невероятные. И это воспроизводится. Почему? Потому что воспитание сегодня, к сожалению, большинство, в большинстве случаев тоже не избавлено от насилия. И мы привыкшие, мы родившиеся в этом мире, воспитанные в нем, принимаем некоторые формы насилия, как составную часть нашего мира. И более неволе мы это проявляем. Ваш покорный слуга иногда ловит себя на том, а, к сожалению, значит, пятьдесят с лишним лет я прожил в стране, где насилие являлось составной частью жизни. Просто одной из форм общения между людьми, подавления вплоть до тюремных заключений, до убийств и так далее. в школе воспитания было совершенно не свободно. Мы все прекрасно знаем. Поэтому и нам трудно обнаружить себе и отказаться от этого. А значит, мы передаем невольно и детям своим, и внукам, так сказать, уже опосредованно вот эти незаметные силовые поля, к сожалению. А о чем нас предупреждает Тора? Если вы помните, дорогие друзья, в главе Хукат, а потом вот через Шаббат мы будем читать главу Вайдханан, когда Моше вспоминает, как он молил Всевышнего о том, чтобы ему все-таки было разрешено прийти на землю, на ту самую святую землю, на которой нам посчастливилось быть и встречаться. И на какую наш уважаемый гость Авнер совсем недавно тоже вернулся. И вот Равицк Зильбер образец того, что родившись и проведя всю свою сознательную жизнь в стране исполненной насилия. И вот он испытал на себе, мы все знаем его биографию так или иначе, сколько же он несправедливости и насилия, причем по отношению к самым чувствительным вещам, его пытались оторвать от семьи, лишить родительских прав, но более чудовищного насилия над душой человека, трудно себе представить, он все это вынес. И те, кто его встречал и видел, видели человека, в котором не было ни капли насилия. Это была невероятная мягкость и понимание человека. Какая же духовная сила и какая еврейская глубокая культура стоит за этим. Так вот, вот эти две главы в Хукат. Я напомню, когда умерла Мирьям, и евреи лишились колодца передвижного источника воды, которые были связаны с этой женщиной пророчицей, то когда исчезла вода, евреи, как вводится, подступили к Маше и Арону и стали в достаточно эмоциональной форме требовать от Маше даже не требовать, а предъявлять ему претензии, что вот он вывел из Мицраима, и тут нет воды ни для них, ни для скота, и все это в очень неприятной форме. Стоит снова перечитать этот текст, и мы как в зеркале увидим наш совершенно замечательный, но очень острый эмоционально народ. Маше, как всегда в таких случаях, обратился к Всевышнему и получил у него совет. Помните, еще был такой случай в Мара, когда пришли к источнику воды, он оказался горьким, а Маше обратился к Всевышнему, тот дал ему четкий рецепт бросить дерево в воду, и она стала пригодной для пить. Здесь другой совет. Тут не было никаких источников, ни горьких, ни сладких, никаких, а были скалы кругом, и Всевышний дал ему совет обратиться к скале и от имени Всевышнего попросить ее дать воду. Что произошло? Поскольку народ уже, ну, как мы говорим по-русски, достал Маше крепко на этот раз, то Маше не выполнил приказа Всевышнего точно, он взял посох, который был у него в руках, ну, посох, который был раньше, и дважды ударил по скале, и потекла вода. и тут же он получил, услышал распоряжение Всевышнего за то, что он не осветил словами от имени Всевышнего, словами, обращенными к этой скале, а ударил ее дважды, он не войдет в святую землю, землю Израиля. И молитва в Эдханан, где неоднократно, как пишет Маше, Всевышний молил о том, чтобы, ну, хотя бы ненадолго посмотреть на эту землю, ведь он родился в Мицраине, и он получил все-таки отказ. Всевышний о Маше, сказал Всевышний. Что-что? Сказал Всевышний, не Всевышний просил, может? Ой, я оговорился, тут телефонный звонок меня сбил. Спасибо, Иуда, спасибо, дорогой. Значит, да, конечно. И вот, смотрите, казалось бы, да, а вода все равно пошла из скалы, народ все равно получил воду. Казалось бы, да, ну, обращение к скале или ударить посохом дважды по ней, но небольшая разница. Все-таки, смотрите, чудо произошло, вода из скалы. Почему же такое суровое наказание, которое для Маше было невероятно тяжелым? Он молил о том, чтобы оно было отменено. Равыцхак объяснял несколько моментов. значит, он говорил и в его книге беседы о Торе подчеркнута вот какая сторона, что за то, что Маше прогневался, а он в его положении, в его должности не мог этого себе позволить, он получил такое наказание. А его брат Иорон, который при этом присутствовал, получил наказание такой же, за то, что он его не остановил, за то, что он его не успокоил и позволил этому гнев. Это одна из черт, которые безусловно, и эта сцена, описанная в Торе, она как раз говорит о том, что Маше прогневался в той форме, в которой он ответил народу. Но мне хотелось подчеркнуть все-таки вот что, что если бы Маше точно выполнил волю Творца и обратился словами к не живой, а просто материальной скале, и она дала бы воду по слову Всевышнего через Маше, то это было бы чрезвычайно важным и тонким уроком для всего народа, который стоял тут весь рядом с этой скалой. А Маше проявил насилие по отношению к скале, дважды ударил по ней посоху. Вот вот эта разница. Если слово, чистое слово от имени Творца обращено к человеку, даже к скале, то оно должно сработать. И в это народ должен был бы поверить. А тут он увидел, что проявлено по отношению к скале насилие. Вот этот урок, этот урок, который мы видим на примере нашего величайшего учителя Маше, он должен нам на все времена нашему народу подсказать, что надо избегать насилия в любой форме. И всегда можно найти такие слова, пронизанные чистым духом Творца, которые дойдут до души каждого человека. Если на этом примере они должны были дать воду из скалы по слову Всевышнего. И вот Раввис Зильбер, юрцайт, которого мы сегодня вспоминаем, помним, является живым примером того, как можно было обращаться к людям с помощью простых, мягких, искренних слов Торы. и что это делало с людьми. Скольких людей Раввис смог повернуть к Торе не только своими словами, но и всем видом своим, всем светом и теплом, которые исходили от него. Вот это настоящий учитель. И словом, и обликом, и интонацией, и скромностью своей, необыкновенной скромностью. Ну, вот мы читаем о скромности Моше, да, величайший был человек по скромности, величайший пророк. Я не видел более скромного человека, притом с такой мудростью, как Раввиц Ходзилибер за царь. Вот так мне казалось, можно еще с этой стороны вспомнить нашего большого учителя сегодня. Спасибо, друзья, за внимание. Спасибо, Илья. Спасибо большое. Я не помню, рассказывал, как видел, как Рав плакал однажды в жизни. Я рассказывал об этом. Если интересно, я готов. Расскажите, чуть погромче, Юда, пожалуйста. Хорошо, я коронарный, так что не очень поближе к микрофону просто, не надо громко говорить, просто ближе. я был с Равом 13 лет. Дома, на уроках, в больнице, в больницах, после операции на открытом сердце. Фактически, кроме субботы, праздников, я был фактически все эти 13 лет очень часто с ним. Я ни разу не видел, чтобы он плакал. я видел, как он потерял дорогих людей, свою верную супругу, что было с дочерью, что было с внуками. Никогда не видел. Однажды видел, как он плакал. Вот интересно, почему он плакал. История была такая, было занятие у него в этом салончике, в его салончике, было занятие, вдруг стук, заходит один и говорит, протягивает руку, чтобы начали собирать все на руку. А он продолжает мешать уроку, ну, потом вышел. Через полчаса опять стук, опять он заходит, и опять он это. Ирав попросил кого-то, одолжил деньги, и еще дает ему. Все, он ни слова не сказал. Третий раз он приходит, стучит, заходит и начинает говорить, я говорю, как тебе, я уже не выдержал, как тебе не стыдно, идет урок, это самое. Рав так махнул рукой, чтобы я успокоился, одолжил, еще попросил кого-то денег и дал ему. Четвертый раз он опять стучит. и и и когда он выходил, я видел Рав, как у него текут слезы, как у него текут слезы. И когда все ушли, я спросил Рав, почему плакал? Говорит, ты понимаешь, я уже два-три месяца не получал зарплаты, у меня не было денег. Я должен был одолжить, я одолжил два-три раза, и четвертый раз уже я не мог ни у кого одолжить. И я плакал, что не могу одолжить и дать ему милости. Он плакал, что не может одолжить четвертый раз милости и дать. Кто без нас плакал на эту тему, по этому поводу? Он не плакал, что отмерзавец и прочее, прочее, которую я практически физически выправил. Он не плакал, что он не может дать милости. Все, я кончил. Шаркох, это, я не знал об этом эпизоде, я впервые от вас это слышу. Это были свидетели человек 20. Да, да. Но слезы, я не думаю, что все видели. Он не слышал, он не плакал, просто стекли слезы. Человек плачет, что не может дать наглецу, мерзавцу, который мешал урока, для Рава урок это было все. Потому когда люди заходили, опаздывали на урок, он запрещал говорить даже шалом. Пришел, сел и каждый раз повторял сначала для каждого нового привыка, прибавшего. Да, да. Ну, что он говорит. Я вспомнил, благодаря вашему рассказу, еще один эпизод, который был со мной. Я как-то пропустил информацию о том, что Рав не сможет дать на следующей неделе урок, потому что он был нездоров и был перед этим в больнице. Вот. И я пришел во время урока в назначенное время, просто потому, что не знал, что урок отменен. Постучал, Равец к мне открыл и пригласил меня. И я увидел диванчик расстеленный в салоне, где он лежал под таким легким одеялом. Я, когда это увидел, я стал извиняться, просить прощения, сказал, извините, Рав, я сейчас уйду, я не знал о том, что урок отменен. Он меня не отпустил, посадил на стул рядом с диваном и дал мне диврей Тара. Дал мне диврей, как всегда поучительный, короткий, емкий. И я не стал ни вопросу, ничего, потому что я все время чувствовал напряжение. Человек нездоров, а я тут не вовремя. И когда я выходил, Рав меня проводил, встал до дверей, я открыл дверь, и там стоит человек, который я впервые видел, который приехал к Раву с какими-то своими делами, вопросами. Таких ходоков к Раву было, Рав, Юда знает. Невероятное количество со всей нашей необъятной страны. К нему ехали разные люди, только прослышав о нем. И вот один из таких людей. Я тут же стал ему говорить, что Рав нездоров, к сожалению, не надо к нему сейчас, придите в другое время. Рав меня отстранил мягко своей рукой и сказал ему своим голосом тихим, заходите, заходите, пожалуйста. Такой у вас вопрос. Вот такая вот сценка, такая вот сценка. Причем достаточно было бы того, Рав не должен был ничего ему говорить, потому что я достаточно навалился на этого человека, грудью, так сказать, прекратив его путь в квартиру Рав и вот тем не менее, понимаете, то есть его нездоровье, это все было неважно. Если пришел человек, он готов с ним говорить. Вот такой эпизод тоже. Да, есть чему поучиться от кого. Я думаю, что мы сделали большую вещь, что вспомнили сейчас, когда стоят на солнце наши друзья, читают Иелим на раскаленном солнце без глотка воды, а мы здесь тоже можем это, потому что это потеря Рава, это я приравниваю к потере храма, поэтому было очень показательно вот эти пять дней, которые задержали его, обычно уходит тогда, когда приходят в этот мир, его задержали, чтобы мы поняли, что такое потерять, потому что когда он ушел, что, что, как, как я, как я спрошу, кому я обращусь, что, что я буду делать. Да, 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 вот такое ощущение было у многих. Вопросы это остается до сих пор, но вопрос это решается, когда сложная ситуация, каждый, кто общался с Равом, думает, а что бы сделал раб, что бы сказал раб. Всегда такая вот мысль. А я позволю себе добавить к вашим словам. А что бы сказал Рав? А его сын Рав Бенцион, он выступал последним на этой встрече, где были, может быть, больше ста тысяч человек. Там огромная площадь и прилегающие улицы. Говорили 230 тысяч полиция. Может быть, я не мог знать, сколько, но что больше ста тысяч это было, очевидно. И последним там выступали самые большие раввины в Иерусалиме и не только. Последним выступал его сын Рав Бенцион. У него были короткие слова. И вот он сказал то, что сейчас как бы ответ на ваш посыл Рав Иуда. Он сказал, что мой отец и мой папа, он сказал, он каждую минуту жизни жил с вопросом «А чего хочет от меня Всевышний?» И никто как Бенцион знал о чем думал и чем жил его отец. И вот он это так просто и искренне сказал, что это запечатлелось. Вот когда мы думаем чтобы нам как поступил бы Равицкак и чтобы он нам подсказал, то стоит вспомнить вот это тот вопрос с которым он жил. От чего хочет от меня сейчас Всевышний? Друзья, я вам прежде чем я уйду я хотел вам сказать короткие два втора это архидуш который мне пришел к голову вчера он касается есть предсказания о котором любил говорить Рав Ицхах что автора лдог якоб пиасэф который жил 200 с лишним лет назад он отметил в своей книге что парашат теса который рассказывает о страшных наказаниях еврейскому народу эти часа можно прочесть как указание на год год этот приходится я на одну секунду если можно вас перебью если бы у вас было еще несколько минут можно по телефону связаться с зумом вот в этой рассылке есть способ как по телефону надо номер набрать а потом код с двумя решетками тогда мы бы вас хорошо слышали потому что очень плохо но если вам трудно вы продолжаете так вот он говорил что часа это 41 год когда начало массового уничтожения евреев 1941 когда вам очень громко надо говорить чтобы голос был громче шума окей хорошо ладно все и я заметил говорят о том что это катастрофа она связана с 9 агвом и объясняют это тем что 9 агва началась первая мировая а вторая была ее следствием вот я увидел что в самом слове тишаба в этих словах заключены три вещи заключено слово и дело в том что заключено слово шоа тиша шоа и в нем заключено слово тиса вот это это дата и таким образом в нем соединяются и тиша баав и шоа и тиса дата когда это произошло какая дата именно тиса дата сорок первый год тиса который говорил который говорил раф и написал это в своей книге все это есть в слове тиша 9 и кроме того сегодня у нас будет шаббат тиша баав так вот слово тиша баав есть и шаббат есть и шаббат и то что остается это гематрия слов гигдили ашема возвеличил всевышний шаббат и тиша баав должен родиться шаббат шалом всего вам доброго хорошего поставки спасибо большое шаббат шалом за такие интересные слова мудры всего хорошего вам просто сил уже не хватает всего доброго автор всего доброго я послал в рассылке мэйла вот особенности поста ну как проводить шаббат спасибо когда пост на нем решен всего хорошего спасибо спасибо всего вам доброго до свидания